Работодатели – ключевые участники российской пенсионной системы. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, которое они начисляют и уплачивают в пенсионный фонд с выплат или иных вознаграждений в пользу работников, это будущие пенсии их сотрудников и выплата пенсий нынешним пенсионерам. В рамках программы «Акцент» поговорим сегодня о взаимоотношениях предпринимателей с органами пенсионного фонда. У нас в гостях заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда России по Севастополю Марина Геннадьевна Каратаева. Здравствуйте. Здравствуйте. Марина Геннадьевна, сегодня в городе практически завершена массовая регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Какое количество плательщиков сегодня состоит на учете в пенсионном фонде? Какие-то статистические данные? Да, конечно, они у нас сегодня есть. Хочу сказать, что зарегистрировано уже более 7,5 тысяч юридических лиц и около 11 тысяч индивидуальных предпринимателей. Из вот этих 11 тысяч почти 2 тысячи зарегистрированы у нас именно как работодатели. То есть у них уже есть наемные работники. Вот такая статистика. А как же зарегистрироваться предпринимателю в пенсионном фонде? Есть какие-то нюансы? Какова процедура? Ну, процедура на самом деле достаточно простая, потому что у нас регистрация вся происходит в режиме «одно окно». То есть предприниматель, так же как и юридическое лицо, обращается в органы налоговой службы, где их регистрируют, включают в единый реестр предприятий или предпринимателей. После этого налоговая пересылает нам сведения о регистрации и регистрацию мы проводим в течение трех дней в автоматическом режиме. То есть каких-то дополнительных документов предпринимателю уже предоставлять в пенсионный фонд не нужно. Единственный момент, что предпринимателю необходимо знать регистрационный номер. Для того, чтобы он мог сдавать отчеты, перечислять взносы в пенсионный фонд, этот регистрационный номер необходимо указывать во всех документах. Так вот, получить этот регистрационный номер можно тремя способами. Во-первых, если предприниматель укажет или предприятие укажет свой электронный адрес в налоговое заявление при регистрации, естественно, эту информацию получит и пенсионный фонд, и тогда мы уведомления отправляем на электронный адрес. Но, к большому сожалению, буквально единицы этот электронный адрес указывают. Возможно, что шла массовая регистрация, может быть, не очень обращали внимание на этот реквизит. Поэтому у предпринимателя есть возможность обратиться в пенсионный фонд Героев Сталинграда, 56, 3 кабинет. И именно там ему выдадут уведомление о регистрации, где будет указан регистрационный номер. Чем хорош еще такой способ общения с пенсионным фондом? Ему выдадут буклет о том, как платить в пенсионный фонд, в какие сроки, каковы действия предпринимателя. И тут же могут дать консультации по интересующим его вопросам. Ну и кроме того, поскольку был период массовой регистрации, как вы сказали, на сайте Пенсионного фонда Российской Федерации есть страничка Севастополя. И на этой страничке, начиная с самого первого момента регистрации в прошлом году и по 1 марта, то есть по период, когда массовая регистрация, перерегистрация завершена, есть весь перечень наших плательщиков, юридических и физических лиц с указанием регистрационного номера. То есть подчеркнуть информацию можно и там. Ну и сразу хочу сказать, что не только регистрация, но и снятие с учета происходит действительно вот так достаточно просто, тоже в режиме единого окна. От налоговой мы получаем информацию, обрабатываем ее и этой информацией пользуемся. Вот у нас на сегодняшний день уже снято с учета более 300 предпринимателей. А вот скажите, в какой срок после регистрации в налоговой нужно приходить за этим уникальным номером в органы Пенсионного фонда? Срок не установлен. Срок не установлен, то есть в любой момент предприниматель может обратиться за этим уведомлением. Но опять повторюсь, для того, чтобы заплатить, ему надо этот регистрационный номер знать. Безусловно. Поэтому перед тем моментом, когда будет производить уплата, он должен в любом случае эту информацию получить. Вот вы сказали, что есть предприниматели, которые уже снялись с учета, да? Да. А в чем причина? Вот почему предприниматели снимаются с учета, практически не начав свою деятельность? Ну, вот как мы видим по общению с предпринимателями, наверное, вот помнят предыдущее законодательство, украинское. А по украинскому законодательству, допустим, пенсионеры, инвалиды освобождались от уплаты взносов в Пенсионный фонд, если они работают по упрощенной системе налогообложения. Кроме того, если предприниматель работал по общей системе налогообложения, и у него не было дохода, то уплачивать в Пенсионный фонд взносы не было необходимости. Это не было предусмотрено законом. Нынешним законодательством предусмотрено, что с самого первого момента, с даты регистрации, с даты внесения в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, с этого момента необходимо уплачивать взносы в Пенсионный фонд. Возможно, недостаток информации приводит к тому, что предприниматели регистрируются, узнают о том, что надо платить, понимают, что несколько не рассчитали свои силы и снимаются с учета. Поэтому я думаю, что это очень полезная информация для тех, кто сегодня собирается, решает регистрироваться предпринимателем. Тем не менее, мы живем сегодня в новых реалиях, в новых законодательных рамках. И, безусловно, важно каждому, кто собирается вести свой бизнес, непосредственно самому наведаться в органы, получить там соответствующую информацию, разъяснение и уже жить со спокойной душой. Совершенно верно. Как рассчитывается сумма взносов, которую должен перечислить индивидуальный предприниматель в Пенсионный фонд? Да, расчет достаточно простой. Сумма взносов зависит от, во-первых, минимального размера оплаты труда. Во-вторых, от тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд для предпринимателя, это 26%. От тарифа страховых взносов на медицинское страхование, поскольку, говорю, что Пенсионный фонд администрирует два вида взносов. Это на пенсионное страхование и на медицинское страхование. На медицинское страхование 5,1 тариф взносов. И расчет производится таким образом. Минимальный размер оплаты труда умножается на тариф и умножается на 12 месяцев. Это в том случае, если предприниматель работал в течение всего года. Если, допустим, 11 месяцев, то, соответственно, расчеты производятся. Но есть еще один нюанс. Если у предпринимателя за год сумма его дохода превысит 300 тысяч рублей, то в этом случае сумма, превышающая 300 тысяч, уплачивается еще дополнительно в Пенсионный фонд 1% от суммы дохода, превышающего 300 тысяч. Но не более чем 8 минимальных размеров оплаты труда облагается. Вот такой есть нюанс. Я так понимаю, вот эти 300 тысяч, они рассчитываются нарастающим итогом с начала года, не по кварталю. Совершенно верно. Это тоже важный нюанс. Да, 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 абсолютно правы. Нарастающим итогом. И я так понимаю, это все касалось предпринимателей, находящихся на общей системе налогообложения, общей системе щеки, да? Не совсем. Не совсем так, да. Здесь ситуация несколько другая. Вот в фиксированном размере, о котором мы сейчас говорили, страховые взносы должны уплачивать все предприниматели. Это не зависит от того, на какой системе налогообложения предприниматель находится. На общей, на упрощенной. Единственное, вот есть нюанс того, как рассчитывает, на основании каких документов, на основании каких цифр вообще рассчитывается, вот это превышение 300 тысяч. Если сам доход превышающий 300 тысяч, если предприниматель по общей системе налогообложения работает, то понятно, его совокупный доход рассматривается и определяется, есть превышение или нет. Если мы говорим об упрощенной системе налогообложения, то это сумма фактически полученного совокупного дохода от реализации и вне реализационной деятельности. Допустим, если это патентная система, вот как раз очень много именно вопросов было по патентной системе, потому что при патентной системе определяется потенциально возможный доход. Ну вот, допустим, предприниматель определил, что его потенциально возможный доход будет 400 тысяч, а фактически по итогам года получил, допустим, либо 200 тысяч, либо 500 тысяч, либо больше, либо меньше. Но в этом случае все равно мы ориентируемся на сумму заявленного потенциально возможного дохода. То есть, если 400 тысяч, значит 100 тысяч превышение, которое облагается дополнительно одним процентом. Вот давайте озвучим сумму, которую должен уплатить предприниматель в 2015 году. Ну, если говорить про весь год, то за 12 месяцев сумма в пенсионный фонд, на пенсионное страхование, которое уплачивается, составляет 18 610 рублей 80 копеек. На медицинское страхование 3650 рублей 58 копеек. Именно эта сумма должна быть уплачена. Ну, это годовая. За год, совершенно верно. Какой срок установлен для уплаты взносов и где предприниматель может узнать расчетный счет? Срок очень легко запомнить, потому что в фиксированном размере взносы должны быть уплачены до 31 декабря. А если есть сумма превышения, то в этом случае предприниматель должен заплатить вот этот дополнительный взнос до 1 апреля. И для того, чтобы уточнить, узнать расчетный счет, тоже есть несколько вариантов. Во-первых, можно эту информацию почерпнуть на сайте пенсионного фонда. Во-вторых, эту информацию мы на руки выдаем предпринимателю, если он обращается непосредственно в пенсионный фонд. Либо можно позвонить по телефону 550420 и по этому телефону получить всю интересующую информацию по поводу уплаты взносов. И там же расчетный счет. Расчетный счет, то есть все-все-все реквизиты, которые интересны предпринимателю. А есть ли какие-либо исключения? Да, есть ряд исключений. Во-первых, допустим, если женщина находится в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет, предприниматель, и она действительно не ведет никакую деятельность, то в этом случае при предоставлении подтверждающих документов она имеет право за этот период страховые взносы не уплачивать. Ну, допустим, если на срочную службу призывают, то в этом случае тоже нет необходимости уплачивать взносы в пенсионный фонд. Ну, еще есть ряд менее, так скажем, популярных и часто встречающихся случаев. А если платильщик ошибся при перечислении взносов, куда обращаться? Ну, в этом случае, я уже называла телефон, у нас взносами, именно уплатой взносов занимается один отдел в городе. И вот по телефону 550420 опять-таки можно узнать, каким образом исправить платеж. Ну, и вообще, я вот платильщикам всем рекомендую, ну, неважно, юридические, физические лица, после того, как первый раз платеж перечислили, все-таки обратиться в пенсионный фонд и уточнить, правильно ли поступил платеж, чтобы в дальнейшем не было проблем ни у платильщика, ни у пенсионного фонда. Давайте теперь об отчетности, да? Когда и по какой форме предприниматель должен предоставить отчет? Здесь еще проще. Если у предпринимателя нет наемных работников, то отчет он вообще не предоставляет в пенсионный фонд. Главное, вовремя предоставить все необходимые виды деклараций в налоговую службу, потому что именно от налоговой службы мы будем получать информацию о том, какая же сумма дохода у предпринимателя. Да, для расчета. Если мы не будем знать этой суммы, то в этом случае, это предусмотрено законом, мы будем рассчитывать сами страховые взносы, исходя из размера 8 минимальных размеров оплаты труда. То есть не один, а 8 минимальных размеров оплаты труда. Поэтому это очень большая сумма и обращаем внимание всегда предпринимателей на это. Ну, а если у предпринимателя есть наемные работники? Ну, в этом случае он уже, мы говорили, он становится работодателем, и у него, в общем-то, возникают те же обязанности, что и у юридического лица. А предусмотрена ли ответственность за несвоевременную регистрацию? Да, ответственность предусмотрена. В чем она заключается? Что с момента заключения трудового договора с наемным работником, предприниматель в течение 30 дней, вот здесь уже есть срок, обязан обратиться в пенсионный фонд с заявлением и провести эту регистрацию именно в качестве работодателя. И каковы же обязанности работодателя? Ну, обязанности у предпринимателя, такие же, да, как у юридического лица, это своевременная уплата страховых взносов и своевременное предоставление установленных форм отчетности. А отчетность в пенсионный фонд за наемных работников ежеквартальная. Ну и, соответственно, уплата. А уплата должна производиться ежемесячно, ежемесячно уже в этом случае, до 15-го числа месяца следующего за расчетным. Время нашей программы истекло. Благодарю за компетентный комментарий. Спасибо, что нашли время и пришли к нам в студию. Напомню, это была программа «Акцент». Говорили о взаимоотношениях предпринимателей и пенсионного фонда. Эфир информационного канала «Севастополя» продолжается. А я с вами прощаюсь. До завтра. Акцент.